Всем привет! Ранее я представлял перепрошивку ASIC Z9 mini с дефолтной версией, в настройках которой невозможно было изменить частоту, что собственно не позволяло выполнить разгон. В этом видео рассмотрим обновление системы майнера, надающую возможность независимо управлять каждой платой. Сейчас платформа на которой работает ASIC имеет возможность глобального разгона сразу всех трех имеющихся в нем плат. Статистику по каждой из них можно наблюдать в разделе статус майнера. Также платы возможно увидеть и воочию, посвятив с обратной стороны на майнер фонарем. Для реализации апдейта понадобится microSD карта памяти. Я воспользуюсь 32 гиговой, но можно взять и меньшего объема. Необходимо, чтобы ее файловая система была FAT32, если у вас иная, тогда SD следует отформатировать в указанную. Затем, перейдя на рабочий стол, распаковываю заранее подготовленный архив с прошивкой и копирую информацию из текущей папки в корень карточки. Перенеся ее, извлекаю накопитель и устанавливаю его в ASIC. Теперь подключаю Z9 mini к электросети. В ходе обновления данные индикаторы будут активны. После того, как они погаснут, выключаю майнер и вынимаю карту. Затем вновь запитываю ASIC. Теперь, чтобы зайти в его веб-интерфейс, нужно знать его айпишник. Поэтому, как только он загрузится и выйдет на рабочий режим, на компьютере под управлением Windows, находящемся вместе с ним в одной сети, запускаю сканер IP адресов. После чего, на Z9 mini нужно зажать данную клавишу на 3-5 секунд. В таком случае, программа выведет сообщение с соответствующей информацией. Закрываю сканер и, запустив браузер, прописываю адрес ASIC, который в моем случае 192.168.1.54. Нажав Enter, ввожу логин root и пароль собственно тоже root. В веб-интерфейсе кликаю по вкладке конфигурации майнера, где выбираю расширенные настройки. Здесь можем видеть возможность указания частоты для каждой платы отдельно. При этом, максимальное значение составляет 850, тогда как на предыдущей версии было всего 750. Так как данная прошивка является не последней, то для окончательного обновления воспользуюсь еще одним файлом с апдейтом. На этот раз на вкладке System перехожу в апгрейд. Здесь нажимаю обзор и указываю данный образ. После чего кликаю по зелененькой клавише прошить. В появившемся окне подтверждаю выполнение. Процесс занимает несколько минут, в ходе которого происходит обновление системы, а затем ее перезапуск. По итогу можем видеть, что все прошло успешно и теперь на асике стоит финальная версия. Хочу заметить, что при переходе на нее настройки выполненные мною ранее остались нетронутыми. В целом независимое управление платами асика позволяет вывести каждую из них на стабильный и производительный режим. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.